Дорогие мои коллеги, вот я еще, как отче наш, еще раз хочу повторить. К сожалению, все остальные четыре кандидата не слышат меня, и прежде всего не слышат Владимир Путин. Я считаю, что делают большую ошибку, что мы не сели и не договорились о четырех пунктах, о которых я уже говорил и на передаче «Гражданин Гордон», и пытался об этом сказать в МЧС, когда я приехал единственным из кандидатов на возможное подписание соглашения. Я напомню коротко четыре пункта. Первое. Ни при каких условиях не удалять наблюдателей с избирательных участков. Второе. В 21.00, когда закончится голосование в Калининграде, вновь включить веб-камеры. Никто не может не объяснить, почему этого сделать нельзя. Никто. Только одно. Значит, почему включают, и почему там идет запись, которую потом не получишь никогда в жизни? Да потому что будут жулить. Иного у меня нет. Нет. Если включить веб-камеры, все под веб-камерой увидят, что ли реально происходит. Третье предложение. Так называемый увеличенный форма протокола, который обязаны заполнять. Это плакат размером минимум А1, лист Ватмана. Давайте мы заполним перед веб-камерой. Это четвертое, самое главное. Вот когда мы увидим заполняемый протокол, первичный, на каждом участке на веб-камере, мы с вами, сидя у компьютеров, мы распределили, наша партия, все избирательные участки, каждый избирательный участок будет мониторить по полчаса несколько десятков наших партийцев и добровольцев. И будем сначала во время подсчета голосов смотреть, сколько человек подошло к урне, мы явку реально увидим. И никто нам не скажет, что там в 20 раз больше проголосовало. А потом мы считаем по первичным протоколам сумму голосов, поданную за каждого кандидата. И считаем это истинно в последней инстанции. Потому что когда дальше у господина Чурова будут другие цифры, когда утром мы увидим в системе господина другие цифры, мы пошли подальше. И господина Чурова, и его цифры. И будем верить вот этим первичным материалам. Все. И если мы увидим, что побеждает Путин, так Россия проголосовала. Если мы увидим, что второй тур, значит так тому и быть. И у меня не будет никаких сомнений. Если кто-то 5 марта, вот если бы мы это сделали, и 5 марта кто-то вышел бы на полчаса, сказал, ребята, дурака не валяйте, значит, уважайте волю народа. Народ так проголосовал. Всем до свидания. Но если этого не хотят сделать, тогда, значит, раз не хотят, значит, чего-то хотят мухлевать. Вот смотрите, я еще раз через вас сейчас хочу обратиться. Но в штабе Путина думает кто-нибудь или нет? Если ему некогда думать, значит, пускай подумают. Но если у них есть социология, если вы верите, что побеждает, легитимно побеждает в первом туре, чего боитесь? Сделайте честный подсчет, чтобы ни у кого не было сомнений. Опять, а знаете почему? А потому что губернаторы на местах думают, что это я вдруг, значит, все дадут там, ого, а я дам 39% или 31%. Меня завтра снимут. И хотят сделать красиво Владимиру Владимировичу Путину. А потом выйдут и боком, потому что люди выйдут на площадь и правильно будут делать, потому что они не поверят. И будут бузить. И у нас опять страна будет вот так вот лихоралить. Кому это нужно? Вот еще есть время, еще несколько дней осталось. Я настаиваю на том, чтобы подписать, причем и Путин бы, значит, корона бы не упала. Значит, взял бы и подписал, сам лично пришел бы. Подписали вот это соглашение, 4 пункта, все. Все вопросы снимаются. Хоть там бдич, хоть кто там что бы ни говорил, мы сами зафиксировали реальные воли изведения граждан. Мы зафиксировали реальные результаты голоса. Все. И вся проблема исчерпана. Не хотят, к сожалению. Поэтому я очень даже не исключаю, что такая уличная активность продолжится. И самое печальное будет заключаться в том, что при возможных абсолютно легитимных окончательных результатах у нас будет сомнение в этом. Потому что не захотели продемонстрировать прозрачность принятия этого решения. Вот в чем ошибка сегодня совершается, прежде всего, штабом Путина.